В минувшее воскресенье в столице святейший патриарх московский в Сеярусе Кирилл совершил литургию в Храме Христа Спасителя и возглавил хиротонию архимандрита Ефимия Моисеева во епископа Луховицкого. Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире нашего телеканала. Рассказывает Эльвира Гордеева. В воскресенье второй Великопостной недели церковь молитвенно чтила память святителя Григория Паламы, архиепископа Филосонитского. В этот день святейший патриарх Кирилл возглавил служение божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. За богослужением его святейшество совершил хиротонию архимандрита Ефимия Моисеева, председателя синодального миссионерского отдела, наместника Восокопетровского монастыря, во епископа Луховицкого, викария патриарха московского и всея Руси. За литургией патриарху заслужили восемь архиереев Русской Церкви и столичное духовенство. После сугубой ектинии предстоятель вознес молитву о скорейшем восстановлении мира. По благословению его святейшества молитва эта совершается во всех храмах Русской Церкви. По окончании литургии святейший патриарх Кирилл напутствовал епископа Луховицкого Ефимия на служение и вручил ему архиерейский жезл. Новый рукоположный иерарх по традиции преподал верующим первое архипастерское благословение. Исполайте Дескута, Исполайте Дескута, Исполайте Дескута, Исполам Ветите. По окончании литургии святейший владыка обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом, посвятив его толкованию Евангелия об исцелении расслабленного. Но забывают еще об участниках этого события, без которых бы, наверное, самого события не состоялось бы. Это те, кто организовал встречу расслабленного со Спасителем, кто принес этого расслабленного к Спасителю. Но если бы не было этих добрых людей, если бы они не подняли этого расслабленного, если бы не понесли неизвестно на какое расстояние, то не было бы и самого чуда, о котором повествует Евангелие. В проповеди патриарх Кирилл особо подчеркнул, что всякое великое дело и всякое чудо совершается только силой божественной благодати, что нет подлинных чудес ни от Бога. И сегодняшнее евангельское чтение помогает нам понять, что есть Церковь Русская. Церковь Русская, которая и в России, и в Украине, и в Белоруссии, и еще во многих странах, одна единая, вышедшая из Киевской купели крещения, не является ли она теми, кто принес ко Спасителю расслабленное тело? Ведь кто-то должен молиться о едином народе нашем, которого желают сделать расслабленным. Ведь кто-то должен отстаивать Божью правду о том, что мы действительно один народ, вышедший из Киевской купели крещения. И знаю, как сейчас закричат там на Украине противники этого народа, опять патриарх говорит о том, что единый народ, а патриарх иначе и говорить не может, потому что это и есть историческая и Божья правда. Пусть Господь хранит землю русскую. Народы, которые сегодня населяют эту землю, особенно народ, живущий в России, в Украине, Белоруссии, потому что всех нас, представителей этих трех народов, связывает еще единая славянская культура и практически единая история. И дай нам, Бог, никогда не забывать об этих наших общих корнях. Дай нам, Бог, всегда молиться друг за друга. Затем во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с юбилейными датами предстоятель Русской Церкви вручил церковные награды. Русской Церкви